Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чипашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас испытание Борцы с преступностью. В этом испытании 8 эпизодов, ограничено количество героев. Играем только за негативных персонажей против положительных. И давайте-ка, друзья, чтобы не думать о составах, первый отряд. Я возьму первых 5 героев и дальше будем двигаться, чтобы сегодня все герои посражались в этой битве. Итак, первая волна. Встречаем, был Белканоида, против них будут сражаться Бакстер Стокман, Бакстер Муха, Армагон, Нейтрализатор и Рокзар. И в начале боя Бакстер Муха метает кислоту, уничтожает первого Белканоида. Ударами когтей Рокзар выбивает второго Белканоида и ракетным ударом уничтожает уже последнего Армагон. Ну что ж, отряд крут, он мне пока нравится, посмотрим, как он себя покажет в следующей битве. Отлично, следующая волна. Здесь Мутагиноид и Мандагека плюс 2 робота. И Бакстер Стокман наносит ракетный удар. Отлично, уничтожая очередного противника. Нейтрализатор использует хвост-телепорт, выбивая следующего робота. Кроме того, Бакстер Муха решил усилить и подвечить наш отряд при помощи вот какой-то сыроводки. Отлично. Рокзар воет на луну, привлекает и отвлекает внимание на судьбе, а Армагон просто сбрасывает на голову врагом огромный метеор, додавливая и расплющивая врагов. Супер. Ну что ж, замечательно, друзья. Итак, удалось пройти через 2 волны, переходим в 3-й. И приходит время Бакстера Стокмана. И он выпускает взрывных маусеров, которые бегут, взрываются, подрывают и сметают 3-ю волну шутя и непринужденно. Что ж, это было круто, это было здорово. Идем с вами дальше, к следующей волне, к следующему эпизоду. И да, наша награда это ДНК Керби Мыши. Супер. Ну что ж, друзья, итак, добрались мы до следующего эпизода. И наша команда это Крис Брэдсфорд, Севермонтерс, Тиранка, Бибоб из фильма и Змея Карай. Вот посмотрим, как они справятся с положительными героями. Ну, выглядит это для довольно-таки неплохо. И да, нас встречает терминаторы-тараканы. Змея Карай сразу же первого кусает тараканчика. Вот, неплохо. Крис Брэдсфорд тем временем прокачивает дополнительную защиту для нашего отряда. И у нас появляется вот такой вот классный баф. Кроме того, Ксевермонтерс наносит на врагов негативный эффект дебаф и у врага уменьшается скорость. Что, конечно же, радует. И Бибобу осталось только подорвать врагов бомбой массовой атакой. Супер. Ну что ж, враг уничтожен и мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна и давайте-ка я подключу стиранка с его любимой массовой атакой. Это пулемет. Стреляя, он шутя сметает вторую волну и мы переходим к третьей. Отлично. Итак, что здесь у нас? Голупитка, Жиголов и еще Мандагека. Змея Карай пытается отравить одного из роботов. Отлично. Неплохо это у него получается. А Крис Брэдфорд еще усиливает наш отряд. Вот теперь наши герои смогут наносить более продвинутый урон. Супер. Так, ударом ног. Север Монтас выбивает очередного робота. И, кроме того, друзья, надо выбивать Голубя Пита, вражеского хиллера, чтобы он не усиливал, не оподлечивал вражеские отряды. Есть. Голубь Пит расплющен и финальную точку ставить с тиранка, просто стреляя из гранатомета, подрывая Кожеголова с Мандагека. И мы получаем победу. Супер. Ну что ж, это было прикольно, здорово. И мы идем с вами дальше к следующему эпизоду. Да, наша награда это ДНК пульверизатора. Супер. Ну что ж, друзья, третий эпизод. И я беру следующую команду. Вот. И попробуем ее потестировать. Итак, Крысиный Король, Хан, Зек, Змей Кьюн и еще Острозуб. Сейчас посмотрим, как этот отряд сумеет справиться в этом сражении. И сегодня, я надеюсь, мы задействуем всех героев. Вот. Отлично. Итак, Хан налаживает на врагов негативный эффект дебаф, уменьшая защиту. Кстати, у Ксевера Монтеса и у Хана только у двоих героев есть такие способности. А дальше Зек уже пытается своим шлемом, бумерангом пробить защиту. Кстати, неплохо получается. Крысиный Король метает огромную крысу, догрызая человека гриба. А Змей Кьюн использует ядовитое облако, добивая очередного монстра. Отлично. Итак, вторая волна, МакМэн, вижу пульверизатор, плюс два гигантских роботов-крэнгов. И ударом кулака Острозуб пытается расплющить робота. Да, у него получается. Кроме того, ударом ноги Хан выбивает очередного гигантского робота, а Зек оставшихся поджаривает при помощи световой бомбы. Есть. Вторая волна уничтожена и мы переходим в третий. Кто здесь у нас? Голубь Пит, Доктор Роквелл, Мутагеноид, плюс два гигантских робота-крэнгов. И да, давайте-ка начнем с роботов. Вот Крысиный Король атакует при помощи разума, уничтожая очередного врага. Змей Кьюн метает вот кусок слизи. Отлично. Уничтожая очередного противника. А вот Хан наносит серию ударов по Голуби Питу. Ну что ж, пока у нас довольно-таки все неплохо проходит. Вот кроме того, ударом плеча Острозубовый убивает Доктора Роквелла. И остается только Мутагеноид, которого выстрелом и с пальцем добивает Зек. И мы опять же получаем победу. Супер. Ну что ж, отличнейшая победа, отличнейший бой и наша награда ДНК Макмена. А мы пока переходим к четвертому эпизоду и берем следующую команду. Итак, давайте-ка я возьму Крипа, возьму Саблезуба, возьму Шредера классического, Бибоба из мультика и Рокстеди Кролика. Вот очень прикольные и забавные отряды. С каждым эпизодом враги становятся все сильнее, но пока наши герои проходят через вражескую защиту просто шутя. И в начале боя Шредер классический усиливает и подлечивает наш отряд. Смотрите, у нас появилась целая куча положительных эффектов бафов. Здорово. Ну что ж, Саблезуб пытается выбить Терминатора Таракана, неплохо. А вот теперь Бибоб стреляет клеевой бомбой. Отлично. Итак, первых монстров в принципе довольно-таки неплохо удается нам выбивать. Кроме того, Рокстеди Кролик при помощи водного ружья добивает уже последнего мутировавшего Таракана Терминатора в бабочку. И мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна, друзья. И Крип пытается вытянуть жизнь из одного из роботов. Это неплохо у него получается. Кроме того, призывая помощь из иного измерения, Шредер классический шутя сметает вражескую защиту. Вот выбивая заодно Пульверизатора и остальных героев. Ну что ж, друзья, добрались до третьей волны. Здесь немножко будет посложнее, но я думаю, ничего страшного. Итак, вертушкой ног Саблезуб выбивает гигантского робота Крэнгов. Дальше лазер из пояса использует Бибоб. Ну что ж, пока довольно-таки все неплохо у нас идет. Кроме того, вот куча гранат. Рокстеди Кролик запрасывает вражескую защиту. И выбивая Кожеголова, Слэша и... И кто это был у нас еще? И был Керби Мыш. Ага, добрались мы до босса, друзья. Добрались мы до босса. Это шагающий танк Крэнгов. В котором засил Крэнг. Ну и я надеюсь, что Крип сейчас его испугает. Вот, кричит. Налаживает на врага негативный эффект дебаф, уменьшение скорости. А вот бой заканчивает Шредер классический. Объединяя свой меч в одно. Меч Алибарда он называется. Он шутя, уничтожает, сшибает и вот разрушает вражеский танк Крэнгов. Супер. Ну что ж, друзья. Как видите, победа. Идеальный бой. Победа на 3 звездочки. Супер. И да, наша добыча это ДНК Мандагека. А мы переходим к пятому эпизоду. Вот, 4 уже прошли. Впереди еще 4. И я беру следующий состав. Давайте-ка посмотрим, кто дальше у нас. Итак, это у нас Пиццы Лицей. Роксты из мультика. Тигринный Коготь. Джастин и Бибоб Кролик. Что ж, пока все выглядит довольно-таки неплохо. Давайте-ка сразимся и в этой битве. И посмотрим, насколько хорош будет и этот отряд. Отлично. Итак, машет мечета Тигринный Коготь. Вышибая первого терминатора Таракана, мутировавшего в бабочку. Добивает вторую бабочку Бибоб Кролик. Отлично. А вот с этим терминатором Тараканом нужно использовать особую атаку. Раскаленный сыр Пиццелисова. Есть. Враг уничтожен. И мы переходим к следующей волне. Итак, целая куча Крэнгов. Вернее, роботов Крэнгов. И давайте-ка я попробую использовать массовую атаку. Джастин выпускает вонючую волну, просто отравливая удушливым газом этих роботов. Супер. Отлично. Итак, добрались мы до третьей волны. И Роксты пытается забодать Дони. Вот по Дони еще зеленый треугольник. Урон повышен. Да, и с первого раза удается это проделать. Отлично. Тигринный Коготь подмораживает очередного человека Гриба. А наш Бибоб Кролик подлечивает и усиливает наш отряд. Вот супер. Ну что ж, отлично. Итак, друзья, давайте-ка... Ой-ой-ой. Итак, пришла очередь врагов. Они атакуют. Вот. Ну, я думаю, ничего страшного. Итак, Пиццелисий метает зомби Пиццу. Кстати, вражеский гриб прокачал уклонение. Но, надеюсь, это им не поможет. Кроме того, молнией Икс Глаз Джастин пытается выбить очередного робота. И, используя массовую атаку, выстрел из бластера, вот Тигринный Коготь добивает уже последнего врага. А мы переходим к четвертой волне. Вот приходит время Рокстыги. Он метает каменную глыбу, расплющивает голубя Пита. Кроме того, еще вот атакует Бибоб Кролик при помощи водного ружья. Ничего себе. Раф выживает. Раф мультяшный вызывает. Но приходит Пиццелисий, который метает кальционы, подрывая весь вражеский отряд. И мы, опять же, получаем победу. Ну, что ж, друзья. Это было уже посложнее. А следующие уровни будут еще сложнее. Да, наша награда это ДНК Голубя Пита. Ну, и это пока все. Что ж, друзья. Итак, берем следующую команду. Вот, кстати, здесь есть Супер Шреддер, Паукус, Лисичка Алапекс, Шреддер из мультика и еще вот Мутагеноид. Что ж, попробуем победить этим составом. Чувствую, бой будет непростой. Враги становятся все сильнее. Но я верю, у нас все получится. Итак, друзья. Сразу же давайте-ка используем особую атаку Лисички Алапекс. Нанося серию ударов, ударом с ноги с разворота, она выбивает гигантского робота Крэнга. Отлично. Кроме того, Паукус забрасывает врагов ядовитой сетью, выбивая гигантских роботов Крэнга. Отлично. Переходим к следующей волне. И сейчас давайте-ка, друзья, я активирую особую атаку Шреддера из мультика. Прыжком сверху он наносит колоссальный урон и вышибает робота. Кроме того, благодаря Супер Шреддеру мне удается активировать его сердце. И Мутаген исцеляет наш отряд на трех хода, плюс еще появляется дополнительная защита. Супер. Отлично. Приходит время Мутагеноида, и он наносит удар лапами по земле, просто шутя, сметая ударанной волной вторую волну. Супер. Итак, третья волна. Микки Макмен, плюс куча гигантских роботов Крэнгов. Ну и я надеюсь, что Лисичка Лапек себя сейчас неплохо покажет. Итак, проходят удары проклятыми клинками. Паукус, в свою очередь, наносит удары когтями. Супер. Вот, а дальше уже Шреддер призывает своих нить, да и сам идет в атаку, сметая все на своем пути. Вот, неплохо, но, как видите, Микки выживает. Выживает, опять же, ненадолго. Супер Шреддер метает костяные кунаи, выбивая и этого врага. Супер. Ну вот, добрались, друзья, мы до четвертой волны. Кто здесь у нас? Лео, Слэш, Доктор Роквелл и еще Кажеголов. И в атаку идет Лисичка Лапекс. Использует особый баф, особые способности. Она наносит удар со спины и, смотрите, сразу же выбивает трех врагов. Кстати, она превратилась, вы видели, в бревно, тем самым обману врагов. Отлично. Что ж, метает кусок мутагена, мутагеноид, выбивает Доктора Роквелла. И финальный удар наносит по вкус, опять же, вышибая Кажеголова. И мы получаем идеальную победу. Супер. Ну что ж, неплохо. Итак, следующая волна. Следующие герои. Наша награда это Доктор Роквелл. Это здорово. И мы пока переходим к седьмому эпизоду. Итак, последняя пятерка. Это у нас Рокстеди из фильма, Кролики, Бибоб классический, Рокстеди классический и Крен классический. Ну а вот, а для восьмого эпизода, друзья, я возьму самых сильных героев. Ну а пока давайте-ка посмотрим, что наши герои могут сделать с этими людьми-грибами. И, ого, и люди-грибы первыми атакуют. Ой-ой-ой, прокачивают уклонения. Пытаются нанести урон нашим Кроликам. Вот плюс еще одна массовая атака. Ой-ой-ой, это уже не очень хорошо. Это не очень хорошо, но я надеюсь, что сейчас, да, пришло время Кроликов. Они трансформируются в огромного робота-кролика, который наносит сокрушительный удар, сметая все на своем пути. Есть. Отлично. Итак, уничтожены грибы. Переходим к гигантским роботам Кренгов. И надеюсь, что сейчас мы тоже неплохо себя покажем. Да, вот, Бибаб классический наносит удар гранатометом. Неплохо. И, кроме того, друзья, давайте-ка я использую массовую атаку Кренга классического. Подавая ядерную бомбу, он вот так прикольно выстрелом из рта наносит урон, сметая сразу же троих роботов. Остальные выживают, но ненадолго. Рокстаги с фильма «Метая дубину» добивает гигантского робота Кренгов. А Рокстаги классический пытается забодать его, просто скользя на животе и нанося колоссальный урон. Супер. Враг уничтожен, а мы переходим к третьей волне. Итак, третья волна. Кто здесь у нас? Железная голова, морозная кошка. Еще вижу Кейси Джонса и Макмена. И давайте-ка я попробую выбить морозную кошку при помощи колеса. Кролики трансформируются в колесо, наносят мощнейший удар, выбивая этого врага. Но, как видите, выживает. Выживает ненадолго. Но враги, и так классический Бибаб пытался справиться с Кейси Джонсом, не получилось. Что ж, призываем тогда массовую атаку. И Крэн классический призывает огромный технодром, который стреляет плазменной пушкой по области. Вот выбивает одного из врагов. Но, как видите, Макмен с железной головой выживает. Ненадолго ударом булавы, дубины с шипами. Рокстеди из фильма выбил железную голову. А наш классический Рокстеди забросал Макмена просто гранатами-лимонками. Взрыв и победа. Ага, друзья, еще четвертая волна. Не все так просто оказалось. Вот за четвертую волну я что-то забыл. Но, думаю, ничего страшного. Итак, наши кролики. Наши кролики трансформируются в плазменную остановку. И просто шутя поджаривает врагов. Отлично. Снимает большую часть жизни. Но, как видите, враги выживают. Что ж, давайте-ка еще прокачаю иммунитет. Особая способность Биба по классическому. И нам срочно нужно запинать Голубя Пита. Да, вот еще благодаря особой технике кранга классического мне удается усиливать атаку нашего отряда. Что, конечно же, радует. Ай-яй-яй. Итак, Голубь Пит пошел в атаку. Пытается заклевать нашего Рокстеди. Но Рокстеди из фильма, в свою очередь, налаживает на врагов Деба. Привлекаем внимание к себе. И Рокстеди пытается все-таки добить Голубя Пита. Выстрелит. Отлично. Голубь Пит уничтожен. Доктор Роккл, в свою очередь, пытается отомстить. Забросать наших героев мечами-сюрикенами. Контратакуя, Рокстеди классически его добивает. А Слэш пытается раздавить. Вот я так и не понял, на кого он атаковал. Но, я думаю, это не имеет значения. Да, Кролики добивает Слэша. И остается только Кожеголов. Который в ярости пытается отбиться от нашего отряда при помощи кранга. Но это уже ему не поможет. Итак, мощный удар наносит Бибоб. И Рокстеди из фильма наносит добивающий удар. И мы переходим к боссу. Так, вот он. Вот он, шагающий робот от Крэнгов. Который спрятался в мусоре. Ну, далеко ты от нас не уйдешь. Сейчас наш герой попытается его запинать. Ох, как выдвигает прикольно. Пушки. Отлично. Итак, Крэн классический стреляет булавой. Снимает третью часть жизни. Уже неплохо. Вот, пытался поджарить танк нашего Рокстеди из фильма. Но я не думаю, что это ему поможет. Итак, Кролики еще снимает третью часть. Вот, отлично. Причем прошел двойной удар. А финальный удар наносит Рокстеди из фильма. И, как видите, мы получаем победу. Ну, что ж, супер, друзья. Итак, как вы видели, все герои поучаствовали в сражении. Но у нас осталось еще один эпизод. Самый сложный. Самый трудный. Итак, наша награда это Кожиголов. И для последнего финального эпизода мне нужны самые сильные бойцы. Поэтому, друзья, давайте-ка. Вот возьмем Бакстера Стокмана. Возьмем Армагона. Давайте-ка я возьму Пиццелицева. Возьму-ка я, друзья, еще Кроликов. И давайте-ка, друзья, возьмем всех с двумя массовыми атаками. Эти все герои у нас с двумя массовыми атаками. И мне кажется, так будет интереснее. Итак, попробуем врагов запинать массовыми атаками. Это будет, мне кажется, круто. Итак, начинает бой, скорее всего, Кролики. Если я не ошибаюсь. Да, Кролики трансформируются в плазменную установку и поджаривают врагов при помощи лазерного луча. Отлично. Итак, половину жизни удалось снять. Это уже радует. Как видите, роботы выживают. Даже пытаются что-то прокачать в свою очередь. Но ударами ракет Армагон выбивает эту волну. Есть. Итак, первая волна уничтожена. Неплохо. Переходим ко второй волне. И приходит время... Интересно, кто из их героев. Ага, друзья, приходит время Крэнга классического. Что ж, давайте-ка я призову пока Технодром. Пусть он покажет свою силу. Итак, выстрел из плазменной пушки. Массовая атака. Ох, ничего себе. Одним ударом сметает всех врагов. Это было круто. Я даже, честно говоря, не ожидал. А вот теперь уже серьезные враги. Черепашки из мультика. Вот и для них есть особый сюрприз. Бакстер Стокман выпускает ударную волну. Снимает половину здоровья. Кроме того, Пиццелисы забрасывают черепашек раскаленным сыром. Ой, что-то слабенькое. Но, возможно, помогут кролики. Итак, кролики, трансформировавшись в огромного робота-трансформера, наносят сокрушительный удар. И что же? И да. Сметает черепашек из мультика. Кстати, это было круто. Встречает нас мутанималы. Кстати, смотрите, как прикольно. Встретили черепашки мультика. Следующая волна мутанималов. Но им тоже достанется довольно-таки неплохо. Это у нас Армагон сбрасывает на их головы огромный метеор. Выбивает Доктора Рокпола и Слэша сразу же. Остается только Голубь Питт и вот еще КЖ Голов. Но и они не смогут выдержать удара ядерной бомбой. Супер. Ну вот, друзья. Итак, добрались мы до пятой волны. До последнего финального босса. И сейчас посмотрим, что с ним мы сумеем сделать. Итак, где он? Вот он, вот он. Последний финальный босс. Шагающий танк Крэнгов. 85 уровня. И сразу же ракетная атака Бакстера Стокмана. Снимает тоже неплохо третью часть жизни. Вот кроме того, попытаемся забросать его зомби-пицей от Пицелисова. Отлично. Ну что ж, урон проходит. Вот еще появился какой-то негативный эффект. Ох, ничего себе. Накрыл наши герои ракетной атакой. Но я не думаю, что это ему поможет. Итак, кролики, трансформировавшись в огромное колесо. Наносят сокрушительный удар. Выбивают шагающего робота Крэнгов. И мы получаем победу. Просто супер. Ну что ж, друзья. Отличнейшая победа. Отличнейший бой. И наша награда. Три звездочки. Плюс еще ДНК. Вот, чье ДНК мы получили. Это ДНК слэша. Супер. Ну что ж, друзья. Сегодня испытание. Это у нас борцы с преступностью пройдено. На этом сегодня я уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.